Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Картина маслом» и я, ее ведущий, Михаил Шипилов. Сегодня мы нарисуем картину под названием «Дорога на Аллаталу». Начнем с нужных нам инструментов и материалов. Для создания картины нам понадобится холст размером 35 на 45 сантиметров, кисти, масляные краски, палитра, разбавитель, масленка, мастихин. Желательно иметь мольберт и литийник. Первым делом мы нанесли разбавитель на основу для того, чтобы грунт размягчился. После этого мы нанесли белило, для того, чтобы не перетемнить нашу будущую картину. И теперь мы сделаем подмалевок. Для тона неба мы замешиваем белило и голубую ФЦ. Даст нам очень красивый голубой тон. В пейзаже небо всегда имеет цветовую яркостную доминанту. Это основная сила в пейзаже. Это источник света. Поэтому небо всегда достаточно светлое. И все предметы на фоне неба выделяются более темными силуэтами. Для замеса гор мы возьмем смесь голубой ФЦ и белил. Только белил мы берем в меньшей пропорции, а голубой ФЦ в большей. На фоне неба горы немного темнее. Более близкую гору мы будем наносить смесью небольшого количества белил и ультрамарина. Вытираем кисть, берем белило и от нижнего края добавляем больше белил. Так как внизу горы становятся более плоскими. На них попадает больше рефлекса от неба. Ну а ближе к нижнему краю мы смешиваем ультрамарин и голубой ФЦ. К этому замесу постепенно можно добавлять темную черную омбру. Для того чтобы ближе к зрителю гора стала темнее и теплее. В теневых местах на земле мы также прорабатываем этой смесью. Мы делаем это очень легко, не фактурно, в протирочку. Потому что поверх этой формы мы будем добавлять светлые тона. А вдалеке мы можем использовать замес красного и ультрамарина. Чтобы тени были более разнообразными. Тут же самую смесь мы будем использовать в тени деревьев. Ультрамарин и кадмий красный дает фиолетоватый оттенок. Форму предполагаемой дороги мы оставляем нетронутой для того, чтобы в последующем без труда выполнить прорисовку. Взяв руки мастихин мы зачерпываем белила и легкими движениями укладываем белила, начиная с верхушки и спускаясь по гребню. Взяв руки мастихин мы используем красный дает фиолетоватый оттенок. И наметить, так же едва касаясь мастихином, теневую сторону гор. К нижней части можем слегка размыть наши горы. Левую гору можно слегка подчеркнуть, сделать более заметным. Заметный. Теперь можем начать вырисовывать деревья. Более красноватый оттенок находится на теневой части деревьев. Сперва мы набрасываем мастихином простыми разнообразными движениями. Основной теневой тон это кадмий красный и умра натуральная. Желтый и замес красного кадмия даст нам оранжеватый тон. С помощью этого оранжеватого тона мы набросаем освещенные бликовые участки листвы. Можно добавить небольшое количество белил. 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 тот же самый замес мы используем на деревьях правого края так как здесь уже был подмалевок то можно делать это достаточно плотно слегка перетереть краску на холсте красный и умра натуральная очень активный темный тон которым мы легкими движениями укладываем теневую часть деревьев все время комбинируем различные вариации оттенков и тонов несмотря на то что это дальний план там также может быть присутствие жирного цвета желтых оттенков легких тонов также этот тон присутствует в правом дереве с левого края и рядом стоящие зеленое дерево которое мы получим смешав желтый цвет и голубую оттенков и 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 поверх этой формы можем уложить белило. Вдалеке форма уменьшается, вблизи увеличивается. Дорога вдалеке будет сходиться в одну точку, вблизи она будет достаточно плотной. Теперь мы берем в руки кисть. И начинаем в горизонтальном направлении укладывать форму, входящую в глубину земли. Местами зеленее, местами больше склоняемся в сторону охры. Сильно на кисть давить не нужно. Это должен быть легкий мазок, чтобы не подмешивался к нему нижний слой красок. На переднем плане мы рисуем несколько кустарников. Простыми линиями, укладкой, верообразной формой. Чередуем одни холодные тона с другими. Теперь мы берем в руки мастихин и процарапываем стволы. Деревьев. Также это могут быть ветки кустарников. Ветки не должны быть абсолютно ровными. Местами прямые, местами достаточно кривые. У основания ветки толще, начинаются они очень тоненько, гели заметно. Смешиваем желтый и красный кадмий, получаем оранжеватый тон. Тон и этим тоном мы намечаем бликовые участки правых деревьев. Каждый замес должен иметь новый цвет. Это разнообразит и деревья, и сделает интересную нашу картину. Легкими движениями, без нажима. Чередуем оранжевый, желтый. Дальний план и дерево у левого края. Теперь мы берем тонкую кисть, зачерпываем беливо и местами, где нужно, задаем акцент на деревьях. Процарапывание будет давать эффект теневых участков ствола. Положенные таким образом белила будут задавать эффект бликовых участков. Берем среднюю кисть, белила небольшое количество. Красного кадмия, охры. И уточняем контур дороги. Смесью желтого и зеленого мы получим более светлый бликовый тон листвы. И этим тоном мы наметим бликовые участки кустарника на переднем плане. На этом наша картина окончена. Любите живопись, смотрите нашу передачу и помните, что рисовать может каждый. С вами был Михаил Шепилов. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok